Уверенность с Богом. Псалтырь, Псалом 45. Начальнику хора. Сынов Кореевых. На музыкальном орудии Аламов. Песнь. Бог нам прибежище и сила. Скорый помощник в бедах. Посему не убоимся, хотя бы поколебала земля, и горы двинулись в сердце морей. Пусть шумят, воздымаются воды их, трясутся горы от волнения их. Речные потоки веселят град Божий, святое жилище Всевышнего. Бог посреди его. Он не поколеблется. Бог поможет ему с раннего утра. Восшумели народы. Двинулись царства. Всевышний дал глаз свой, и растаяла земля. Господь сил с нами. Бог Иакова – заступник наш. Приидите и видите дела Господа. Какие произвел он опустошения на земле, прекращая брани до края земли, сокрушил лук и переломил копье, колесницы сожег огнем. Остановитесь и познайте, что я – Бог. Буду превознесен в народах, превознесен на земле. Господь сил с нами. Заступник наш – Бог Иакова. Размышления, часть 1. С Богом не страшно. Псалом 45, с 1 по 7 стих. Это известный псалом напоминает народу Божьему о том, что Бог – нам прибежище и сила, с какими бы трудностями мы ни столкнулись. Он наш скорый помощник в бедах. Если мы обратимся к Нему, то увидим, что Он всегда с нами. В результате, даже когда вокруг будет полный хаос, нам будет не страшно. Когда покажется, что весь мир рушится, мы останемся сильны и стойки, потому что знаем – Бог с нами. Он силен и владычествует над землей. И Он может в корне изменить нашу ситуацию. Давайте вспоминать этот псалом каждый раз, когда сталкиваемся с трудностями в нашей жизни и реагировать на них без всякого страха, будучи уверенными в нашем благом Отце. Применение. Какие обстоятельства вызывают у вас наибольший страх? Какой помощи вы ищете от нашего вездесущего Бога? Размышления. Часть 2. Остановитесь и познайте. Псалом 45. С 8 по 12 стих. В псалме повторяется стих «Господь сил с нами, Бог Иакова – заступник наш». Напоминая нам, что с ним мы в абсолютной безопасности, он велит нам остановиться, пока он прекращает брани до конца земли. Это не значит, что мы должны оставаться в бездействии и ничего не делать. Наша задача – не паниковать. С ощущением спокойной уверенности и доверия Господу мы признаем, что он Бог, и восхваляем его за его силу и абсолютную власть над всем творением. Будучи детьми всесильного Отца, мы живем в полной безопасности и покое. А если в каких-то обстоятельствах у нас и появится побуждение впасть в панику, давайте вспомним, что с нами Господь – Бог всемогущий, и что с Ним надежно и безопасно. Применение В каких битвах вы сегодня сражаетесь? Уделите время тому, чтобы поразмышлять о следующей истине. Бог сражается за вас. Молитва дня Бог всемогущий, благодарю Тебя за то, что Ты – мое убежище и сила. Помоги мне в сложные времена хаоса и проблем не бояться, но быть уверенным и спокойным в Тебе. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Мир Божий, дорогие друзья, у нас для вас прекрасные новости. Журнал «Живая жизнь» запустил приложение для вашего телефона. В этом приложении мы собрали план чтения на каждый день, помощь в понимании Библии, видеоразборы и удобный формат для заметок. Пожалуйста, скачивайте приложение по ссылке в описании к видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok